Добрый день дорогие друзья! С вами Тихонова Маргарита, интернет проект Рост Фаперлик в пути. Сегодня я хочу для вас записать маленькое полезное видео, как в браузеры, которые мы с вами создали для облегчения нашей работы в Одноклассниках, как сделать аккаунт на одном из таких новых браузеров. Итак, заходим в мою папочку, в которой я храню все свои браузеры, я их собрала. И 25-26 браузер я сделала сегодня. Заходим в 25-й браузер. Открываю его вам пошире, чтобы видно было. В строке поиска пишу слово «Одноклассники». Даже английскими распознаю, видите. Итак, официальный сайт Одноклассников. Захожу в него. Открывается вот такая страничка. Внизу слово «Регистрация». У меня появился новый телефон, который я могу использовать для создания аккаунта в Одноклассниках. Я его записываю. И слово «Далее». Нажимаю и жду, когда мне на телефон придет смс-сообщение. Записываю. Записываю его. Лист 32-0-58. Замечательно. И снова слово «Далее». Теперь я придумываю пароль. Я его записываю на бумагу. Записываю обязательно. Друзья мои, смотрите, не забудьте записать логин и пароль. Номер телефона – это и есть ваш логин. Пароль – это то, что вы придумываете. И слово «Далее». Теперь немного рассказать о себе. Вас просят, да? Ваше имя. Маргарита. Я пишу. Так, снова на английском. Извините. Маргарита. Фамилию я придумаю сейчас какую-нибудь красивую. Пусть я буду Чайковская. Так. Дата рождения я тоже какую-нибудь. Не свою, скорее всего, придумаю, да? Ну, вот здесь год можно, например, какой-нибудь. Не моложе 18 лет, конечно же. Давайте возьмем 1900. Пусть это будет 69-й год. Чуть-чуть. Чуть-чуть я себя сделаю моложе, да? Так, где здесь 69-й? Хотела ввести вручную, но не дала. Не дала программка мне это сделать. Хорошо. В автоматическом режиме пишу, что это женщина. Далее. Далее. Так. Вот перед нами пустой аккаунт. Совершенно пустой. И мы можем с вами теперь сюда ввести, во-первых, фотографию свою добавить. Обязательно. Потом добавить фотографии побольше сюда различных. И какой-то поставить, какой-то, ну, заметочку написать, да? Интересную. Ну, фотографию. Вот мы нажимаем добавить фото. Выбираем. Выбираем. Я убрала в отдельную папку. Все свои фотографии, да? Обработав в Берлик. Убрала все свои фото сюда. Ну. Вот, допустим, вот такое возьму. Оно у меня уже есть. Я его потом поменяю. Не важно, девчонки, любое фото. Лишь бы оно было у вас, вам нравилось. У него должен взгляд быть на вас, направленный на, как бы, зрителя, да? С открытой, приятное лицо. Открытое, абсолютно доброжелательное. Хорошо, если вы, ну, какую-то фотосессию сделаете для себя. Если хорошо, если это будет фото с ребенком. Ну, не нужно, там, с собаками. Или, там, я не знаю. Ну, в общем, крупное должно быть фото. С вашими детками можно. И, в общем, с таким приятным, открытым лицом. Хорошо. Установить. Сделали. Потом мы выбираем фото. Вот здесь нажимаем на слово фото. И тоже выбираем любые фото, которые вы хотите. Ну, вот я своих детей сейчас сюда отправлю. Можете написать заметку, описание. Там, например, поставить, что мои дети. Написать, да, что это ваши дети. Так. Далее. Загрузить еще фото. Опять же. Мы можем с вами. У меня здесь просто нет фото. Это мне нужно идти в другие какие-то ресурсы. Сейчас не помню просто, где это будет у нас, да. Ну, вот. Напишу, что это мы с подругой. Светланы на празднике. Фаберлик. Вот так напишу. На празднике Фаберлик. Вот так. Замечательно. И вот таким образом вот еще загрузить фото. И вы загружаете все фото, которые вы хотите. Все. Замечательно. Потом вы можете удалить какие-то фото, что-то добавить. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вы можете сделать, знаете, что? Альбом. Альбом успеха, так люди иногда называют, да. Что это такое? Какие-то мотивирующие, мотивационные фразы, которые вам нравятся, которые где-нибудь. Какие-то высказывания, которые где-то у вас хранятся в каких-то, возможно, тетрадках. Вот то, что вас берет за душу, вы это можете таком вот в мотивационном альбоме. Сделайте там 10-15 фотографий. И, конечно же, добавьте свои личные фотографии, живые, чтобы человек, когда вы ему напишите, он зайдет на вашу страницу и будет смотреть, что вы за человек, чем вы живете, что вам интересно. Вот, может быть, какие-то путешествия вы там свои добавите, куда вы ездите, чем вы занимаетесь, там, может быть, у вас какое-то хобби есть. Тоже его выложите, чтобы он зашел и увидел, что вы живой человек, такой же, как, собственно говоря, и все остальные. Намечательно. Значит, девочки, вот видите, я сейчас нажала на свое имя, вот Маргарита Чайковская, которое я выбрала, да. Вот, смотрите, обратите внимание, в строке поиска, вот, я выделяю, вот это называется ссылка на мою страничку. Вот, вот я эту ссылку беру, что делаю, копирую, копирую, да, и отправляю в чат по раскрутке, для того, чтобы вы зашли на мою страничку, для того, чтобы вы добавились ко мне в друзья, для того, чтобы вы мои фотографии там поставили хотя бы несколько лайков. И все, замечательно, и вот таким образом мы с вами быстренько раскрутим свои странички, и чем больше у нас будет, тем нам легче будет раскручивать. То есть, мы там за один день можем там 100 друзей, вот, быстренько ко мне добавились, и будет вот так здорово, да. Так, вот тут мы можем красивую какую-то установить обложку, добавить, да, загрузить новую, не знаю, какую обложку, ну, допустим, какой-нибудь букет. Например, мы можем какую-то обложку в виде букета. Ну, вы можете любую обложку, девчонки, обложку, как вы можете загрузить? Вы можете посмотреть мое видео про ножницы, про программу ножницы, и с помощью этой программы вы можете любую фотографию, которая вам нравится, вытащить ее, скопировать ее на рабочий стол, и превратить ее в презентацию, превратить ее в фон, в общем, все, что вам нужно, все, что вам необходимо. Так, затем просят еще одноклассники рассказать вас о себе, в каком вы городе живете. Ну, для работы в соцсетях вы можете, в принципе, любой город указывать, можете, ну, Ростов-на-Дону, там, какой-то крупный город указывать, или вы можете, наоборот, указать тот город, в котором вы собираетесь работать, в одноклассниках, можно и так сделать. Вот, ну, дело в том, что вы города же будете потом менять, да, работать в разных городах. Ну, в принципе, это не имеет какого-то принципиального значения, но рассказать о себе можно, и нужно необходимо здесь. Далее, как нам раскрутить страницу, хочу вам сразу рассказать быстренько. Смотрите, у нас есть группы, группы разные, и есть группы, которые помогают раскручивать страницу. Кроме того, что мы будем друг друга взаимно лайкать, но еще и мы можем зайти в группу, которая называется «Добавь друзья». Угу, добавим. Вот, видите, смотрите, групп много всяких. «Добавь друзья». Вот такая группа. Вот, смотрите, я присоединюсь к ней. Затем, вот, «Добавь друзья», тоже можно присоединиться. Ну, смотрите на картинке. Если картинка вот такая вас смущает, да, немножко она как такая. Вот, «Добавь друзья», «Пиар», вот, «Присоединиться», «Добавь друзья сюда», «Присоединиться». Ну, если «Любовь», «Дружба», «Знакомство», «Флирт», то, конечно, наверное, не стоит, правда? Вот, «Добавь друзья», «Поставь лайк», вот, «Тоже присоединиться», вот, «Давай дружить», вот такое вот присоединиться тоже. И получается, вот, например, заходите вы сюда, в эту группу, создаёте новую тему, пишите «Всех приму в друзья». С удовольствием. Ну, так, пишите «Всех», да, «С» сюда. Дальше, замечательно, можете, что здесь, какая-то картинки, да, какие-то, можно добавить фото. У меня, вот, вот такая, «Пряму все», «Не удаляю», вот, например, видите, тут с мишками, вот, мне понравилось, готово. Всё, «Добавляйтесь», «Друзья», «Пряму всех», всё, «Поделиться». «Добавлю всех», вот, «Всех», «Добавляйтесь», «Друзья», «Пряму всех», «Не удаляю», «Маргарита Чайковская», всё. И получается, к вам люди начнут стучаться и проситься в «Друзья». И так вы во все группы, в которые вы присоединились, да, вы заходите потом в эти группы и вот так вот пишите. Вот, видите, вот, где нету слова «Присоединиться», это значит, что вы уже присоединились туда, опять создаёте новую тему. «Пряму всех, друзья». Вот, вот, вот это я тут получаю, вот, что-то я так, да, видите, «Пряму всех, друзья», «Не удаляю». Вы знаете, девчонки удаляют, оказывается, потому что я, когда перед этим, ну, друзей всех своих добавляла, то у меня вот произошла уже через месяц, через полгода примерно там, и половины-то друзей у меня уже нет, значит, сами удалились. Вот. Ну, такая кошка мне не нравится, несчастная, мне нравился, ну, показать ещё какие-то, вот, добавляйтесь, вот такая картиночка, готово. Всё, добавляйтесь, всё, поделяем, я поделилась, видите, вот, «Пряму всех, друзья», «Не удаляю», «Добавляйтесь». Итак, вы пишите во все, и посмотрите, у вас будут люди проситься в друзья, вы сами можете зайти, например, вот на Сергея Леонова, вот, взять к нему и добавить его в друзья, видите? То есть, вы можете добавить, вас могут добавить, вот, дальше, вот, предлагаю дружить, хочу максимум дружить, вот, Виктория Кротова, добавить друзья. Видите, я могу подобавлять друзья, и они ко мне тоже постучатся, вот, ну, видите, добавить друзья тоже. Так что, девчоночки, вот таким образом раскручиваются страницы, много тоже не переусердствуйте, потихонечку добавляйте в друзья, желательно до ста человек. До ста человек вы можете добавить. Нам нужно с вами на странице до ста человек, чтобы у нас было, для того, чтобы мы могли статус уже по бизнесу написать. Если будет меньше ста человек у вас, а вы сразу поставите статус по бизнесу какую-то ссылку, вас быстренько-быстренько, ребята, вашу страницу забанят. О лимитах и банах мы будем говорить вам в следующем видео. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем удачи, быстрого роста и вдохновения во всем. Продолжение следует...